Там возник скандал, конфликт. Так ли уж он виновен, как мы видим по реакции? Я понимаю, да. Он действительно вступился за палачей, он вступился за избивателей, он нашел свои прелести и преимущества в издевательствах над людьми в автозаках. И вдруг он предъявил претензии мне, что я его упрекаю в продажности. Слушайте, я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный. Вообще продаваться можно и нужно. Мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе. Вопрос не в том, продажный ты или не продажный. Вопрос в том, квалифицированно и результативно ты сражаешься. Только в этом. И вот как человек, имеющий исключительный опыт различных контрактов с разными сторонами, я предельно корректно предупредил Слепакова о возможных последствиях контрактов с представителями людоедов. Ну вот люди воюют с людоедами. Он решил пойти повоевать за людоедом. Вместо благодарности я получаю набор квенских шуточек. Он пришел ко мне зачем-то в инстаграм скандалить и рассказывать про свое квенство. И вы знаете, я надеюсь, что у него нет той проблемы, которую я подозреваю. Но ты знаешь, что есть в ряду различных дислексий, есть так называемая дислексия лектория. То есть леттера, по-моему, дислексия леттера. Это когда слух не воспринимает и глаз не воспринимает слов длиннее, чем четыре буквы. Это очень серьезное... Это даже удобно. Это неудобно, потому что ты не воспринимаешь сложных длинных слов, которые несут в себе смысл. Ты воспринимаешь только слова, которые состоят из трех или четырех букв. И все остальное приходится додумывать. И обычно люди, которые склонны к этой дислексии, они и выбирают для себя какие-то формы с трех или четырех буквенными обозначениями. КВН, Дом-2, Дума, Бог, Царь, Зоя. Вы сейчас так до Кремля договоритесь, Александр Гребич.